Отступление США из Афганистана заканчивается трагически и будет иметь масштабные последствия. Об этом 30 августа написал в американской газете The Wall Street Journal, экс-советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Основным заблуждением мантры о прекращении бесконечной войны является уверенность, что это затронет исключительно Афганистан. Но это в корне неверно. Уход из Афганистана означает серьезную стратегическую реорганизацию. Главные противники США, РФ и КНР, а также второстепенные игроки, не просто наблюдают за происходящим, а уже собираются пожинать плоды. Они видят отсутствие решительности США, и это придает им сил. В ближайшие годы, реагируя как на угрозы, так и на возможности, исходящие из Афганистана, Пекин будет стремиться усилить свое и без того серьезное влияние в Пакистане. Москва сделает то же самое в бывших республиках Советской Средней Азии. Китай и Россия будут продвигать свои инициативы на Ближнем Востоке с Ираном. Однако свидетельств, что Вашингтон готов ответить на это, немного. США ни в коем случае не должны заключать новую ядерную сделку с Ираном. Кроме того, арабы Персидского залива опасаются, что вывод американских войск из Афганистана может отразиться и на них. В долгосрочной перспективе РФ и КНР будут наслаждаться естественным разделением труда, угрожая США и ее союзникам в трех обширных регионах. Пекин от Японии до Индии и Пакистана через всю Юго-Восточную Азию. Москва в Восточной и Центральной Европе. При этом на Ближнем Востоке будет присутствовать Российская Ирана, Китайское сердечное соглашение, Энтенте Корджил, как более столетия назад между Великобританией и Францией по колониальным вопросам. Без сомнений, позиции американского президента Джо Байдена по Северному потоку-2 и Афганистану вызывают у российского лидера Владимира Путина широкую улыбку. Капитуляция Байдена по этим вопросам не вызывает сомнений. Теперь в Восточной Европе и Центрально-Азиатском регионе Путин будет действовать более решительно. Белый дом подорвал доверие к США со стороны союзников по НАТО, и Кремль воспользуется этим. Вывод прост, результаты ухода из Афганистана глубоко отрицательны. Теперь Китай и Россия сделают все, чтобы положение США еще больше ухудшилось, подытожил Болтон.